Совсем-совсем простая задача. На листочке бумаги и из некоторой точки провели 4 совершенно случайных угла. Никакой системы нет, абсолютно 4 случайных угла. Затем провели биссектрису в каждом из образовавшихся углов. И посмотрели на вот эти углы задачи. Докажите, что некоторые, 2 из них в сумме дают 180 градусов. Повторяю, вот эти вот нарисованные сплошь, это абсолютно произвольные 4 случайных угла. В каждом из углов провели биссектрису. Ну и после этого, в книжке написано так, разрезали лист бумаги по биссектрису. Доказать, что из образовавшихся 4 углов можно сложить развернутые углы. То есть, среди вот этих вот, показанных мной 4 углов, на самом деле, какие-то 2 в сумме дают 180 градусов. У вас есть какие-то вопросы? Или уже нет? С какого года работает Маламиман? С 1982 года. Значит, на самом деле, организация зародилась странным областем. Была 2-я математическая школа. Это я здесь говорю. Она, собственно, сейчас есть? Вот. И в какой-то момент там были наборы математических классов, там была вечерняя математическая школа, Академик Дельфан, другие люди там работали и так далее, и так далее. И почему-то партийному комсомольскому начальству показалось, что 2-я школа работает неправильно. Как-то не по советски они работают. И решили организовать советский кружок математики. В 1982 году по линии комитета комсомола был создан этот самый Маламиман. Случайно получилось по возрасту, что ровно в этом году я, собственно говоря, вступил в университет. Это был мой первый выпуск. Поэтому я горжусь тем, что я на Маламиманте работаю с момента его возникновения. Разумеется, студентам до этих идеологических планов было совершенно все равно. Никто из нас представления не имел, что оказывается, мы должны уничтожать Академики Дельфанта. Никто из нас даже близко к этому. И, собственно говоря, они начались кружки со школьниками. Вначале они были только для старших. То есть то, что вы сейчас видите, то, что на Маламиманте можно обучать маленьких. Эта мысль ушла в голову тогда, когда вот этот мальчик болит, мы стали, когда ему было примерно 4 года. Я очень много лет работал, собственно, на Маламиманте, и по всяких разных местах и так далее. Но все время, что называется, было общественное мнение, что с, не знаю, 4 классом невозможно решать нормальные задачи. Кстати, был такой великий человек, Академик Алмогоров, который даже ништября не написал. Написал он так, что с школьниками имеет смысл работать только в старших классах, потому что все равно, сколько бы сил не вложили в научно-классника, все равно с большой вероятностью он потом бросит математику, там, во всем разочаруется. Я, хотя и удивлялся, но на самом деле, что называется, великий человек написал, значит, наверное, что-то в этом есть. Вот, но, когда у меня появился, собственно говоря, мой собственный ребенок, то я вдруг с ужасом обнаружил, что даже в 4 года, не то, что в 4 классе, а даже в 4 года с ним есть о чем говорить. То есть, вдруг выяснилось, что маленькие дети, это не просто, так сказать, бессмысленные комоды, как всегда казалось студентам. Дело в том, что ведь, раз малый предмат был в основном, что студенты-аспирантами делается, то они уже успевали забыть свое детство, и поэтому, естественно, казалось, что там маленькие дети, это что-то ужасное, что-то непонятное и так далее. Вот, а вот когда у меня возник свой ребенок, то вдруг возник, то мысль, что, собственно говоря, он ничем не глупее, не знаю, в 4-5-6 лет, и тогда мы стали проводить занятия, и вдруг количество народа на Маломехмате стало абсолютно огромным. То есть, просто изменилось по сравнению с тем, что было там 15 лет назад, количество изменилось в несколько раз. Я могу это доказать. Малый Пехмат в старые годы целиком помещался в главном здании университета, а там аудитории столько было, столько у нас и осталось. Ну, или там парочку отняли, но не более. Все-таки в основном остались аудитории. И более того, он работал с 16.45 до 18.45. А сейчас в этом самом главном здании кружки идут не только с 16.45, но и с 19.00 до 21.00, то есть, аудитории занятых. А главное, добавился вот этот вот корпус, которому аудитория даже побольше, чем в главном здании. Дорогие ребята, пожалуйста, поднимите руки, кто пришел, только не обязательно на Малый Пехмат, ТНТТ, вообще математические кружки, кто с этого года занимается на математических кружках. Вот раньше никогда не занимался, а занимается только с этого года. Отлично. То есть, вы, вы называясь начинающие. Спасибо, опустили. Кто уже второй год? Замечательно. Кто третий год? Отлично. Кто четвертый год? Ага, четвертый год. Точно четвертый? Третий или четвертый? Отлично. Кто пятый? Кто шестой? Ну, если честно, ты бьешь, потому что ты у нас, по-моему, то ли седьмой, то ли восьмой. Не, ну сейчас он шестиклассник, а начал он в четыре с половиной года. У него не было в реакции. Ребята, а ведь он прав. А ведь он абсолютно прав. Только вопрос, что такое альфа, бета, гамма, дельта. Это имеется в виду вот эти здоровые углы, да? Альфа, вот это вот, скажем, дельта, вот это вот, вета, а вот это вот гамма. Так, ну да, сумма у них сто восемьдесят. Давайте посмотрим. Вот это вот половинка альфа, вот это половинка бета, вот этот вот угол, это половинка гамма, а вот это половинка дельта. То есть, вот этот вот угол вместе вот с этим дает 180, правильно? Ну, кстати, этот вместе с этим автоматически тоже. Спасибо за брать. Так, его все поняли? Да. Значит, написал, что сумму углов 360 разделил на 2 и после этого увидел эти половинки на картине. Отлично.